Вот здесь опять Сергей Абдусевич Опять написал ответ То есть вопрос И хотел бы услышать ответ от тебя Алексей, древо жизни чувствовал, что есть Ну, ты уже рассказал, да, что чувствуешь Дальше, видел ли ты северное сияние? Ты видел бы какие-то странности, связанные с ним? Я северное сияние видел Я в Мурманске был неоднократно Северное сияние выглядит как нечто Какая-то, как жидкость, что ли Ну, не жидкость, но даже не могу объяснить Оно как живое, что ли Прям колышется иногда, оно такими сполохами Все небо закрывает Ну, реально, видел, да Ну, что странности? Не знаю Оно само по себе странное То есть, в принципе, когда ты его первый раз видишь Все равно ощущение сверхъестественности И что-то нереального, конечно, посещает Местные жители уже к нему привыкли Вот, а так, в принципе, конечно Северное сияние очень красивое явление Много цветов иногда бывает в нем Оно кажется довольно даже близким Вот Иногда просто ночи из-за него практически нет То есть, довольно светло Как в сумерках где-то Ну, ничего такого не знаю Что можно сказать про него? Само по себе явление северное сияние И так, с точки зрения обычного человека Довольно сверхъестественное явление А каким оно должно быть или не быть? Откуда я знаю, что оно должно быть? Чтобы уверенно говорить, что в нем что-то не так Предположим, или в нем все хорошо Так что вот, могу сказать Ну, предлагаю, на самом деле, чтобы увидеть северное сияние Не так сложно Мурманск не такой далекий город И там цивилизованный довольно город Там уже прекрасные люди Там комфортно находиться В принципе, можно съездить в Мурманск Это недорого Или на какой-нибудь север Финляндии Я просто был еще и в Лапландии В городе Оулу И чуть севернее Вот, и в том числе был с нашей стороны Как бы в Лапландии, в Мурманске Вот, там везде это северное сияние есть В Норвегии Оно также есть, в Швеции есть Ну, это все, как бы, территории Лапландии Крайнего Севера Там все плюс-минус одинаково В разной степени цивилизованности, конечно И чистоты природы Но в основном все так Так, вот черный тебе вопрос Засыпали тебя вопросами Алексей, ты когда-нибудь отдавал отпор системе Созданной нашими оккупантами? Если, например, тебе что-то очень сильно не понравилось Ну и вопрос Как ты думаешь, мы оккупированы или нет? Я так думаю Ну, этот вопрос очень развернутый Но я попробую на него ответить вкратце Чтобы объяснить идею Я всегда, я уже как-то в предыдущих своих сообщениях Говорил, что какие-то выводы иногда делаю Не на основании знания глобальных или самой системы А на основании также сравнений с какими-то похожими системами То есть я видел многократно, что любая большая система Наследует свойства более меньшей системы Принцип матрешки То есть большая матрешка содержит маленькую, но меньше матрешку Которая, в принципе, наследует все принципы предыдущей матрешки Ну и так далее Поэтому, в принципе, наблюдая за другими системами Можно, в принципе, сделать кое-какие выводы Так вот, мое мнение такое Что любая система, она формируется не для того Чтобы просто так быть Или кого-то ради каких-то садистских или садомазохических экспериментов Эксплуатировать абы как Любая система, она создана для того, чтобы управлять чем-то В каких-то целях Ну, как правило, в целях получения прибыли Или в целях получения каких-то других выгод То есть система создается для управления Поэтому, если мы возьмем какую-то большую организацию, например То глупо говорить, что совет директоров Это заговор совета директоров против сотрудников Это не заговор совета директоров против сотрудников Это ими созданная система для управления этой организацией В которой они, естественно, этих сотрудников используют Для извлечения прибыли Какая задача у совета директоров? Как можно больше использовать сотрудников и как можно меньше им заплатить по каким-то причинам. Поэтому создается некая информационная, в том числе, база для сотрудников. Любая информация, идущая извне от так называемой системы управления, она служит только лишь управлению. И иногда она может совпадать с правдой. Но в принципе задача любой информации, которая идет от Совета директоров, управлять. Поэтому они, конечно же, будут дезинформировать сотрудников. Но опять же, не для того, чтобы поглумиться над ними, а просто для того, чтобы из них извлечь большую прибыль. Если эти методы организации перекинут на большую систему нашу, я уверен, что, конечно, система управления нашим миром, она надгосударственная и она глобальная. То, не знаю насчет оккупации, просто, скорее всего, может быть, произошло в какой-то момент укропнение этой системы. И, может быть, там действительно на самом верху стоят и не люди. Но в любом случае их задача каким-то образом получать с нас некую прибыль. И вся эта система просто управляет нами. Не знаю насчет оккупации. Ну, хорошо, в любом случае, если взять даже оккупационную систему, она точно так же система для управления. Вот и все. Как можно давать им отпор? Я не думаю, что в открытой борьбе сотрудники какой-то компании могут что-то для себя выгадать против Совета директоров. Дело в том, что сами сотрудники сами зависят от этой организации. И просто оказавшись на улице, они окажутся без всего. И не смогут, скорее всего, сами выжить. Потому что сами они систему редко способны построить. Они могут эффективно или неэффективно находиться внутри системы. Поэтому у сотрудников два пути. Либо повышать свой статус внутри этой системы. Соответственно, предположим, если даже касаясь и нашей системы, пускай мы тут все в оккупации, но в основном стонут те, кто на нижних слоях системы, те, кто на более высоких слоях и получает какие-то большие бонусы, не так уж сильно и стонут. Соответственно, тут два пути. Либо повышать свой статус внутри системы, либо на своих же позициях пытаться как-то улучшить свое положение, понимая, как система работает, где находятся лживые информации, где находятся правильные информации. Соответственно, эту информацию используют в своих целях. Либо для получения большей статусности, либо улучшения своих позиций внутри системы. Выйти из системы. Не уверен, что это круто. Потому что выйти из системы можно лишь создав альтернативную систему функциональную. Сам по себе человек не может отдельно создавать систему. Она система может быть либо внешняя, либо внутренняя. Внутренняя – это в любом случае рутинный, тяжелый труд. Но я говорю про систему даже какой-то духовной работы над собой. Возможно, какие-то просветленные личности, монахи, которые там живут в горах, или могут уйти в лес и позволить себе там жить вне системы. Они могут это позволить только при условии, что создали сами свою внутреннюю систему, которая позволяет им в этой же системе пребывать. Система более высшего порядка. Просто тупое противодействие чему-либо, лишь бы быть против, оно явно ведет к деградации. По поводу того противодействия у меня системы. Впрямую иногда что-то возникало, но я не очень хочу сейчас некую конфиденциальную информацию раскрывать. Но, в общем, я приблизительно озвучил свою позицию, и сейчас я исследую. Да, да, да. В общем, получается, что, конечно, что даже тот же президент, который, в общем-то, добьется власти, да, у него есть какие-то бонусы, понятно, но ему нужно еще управлять людьми. Это тоже очень важно. Значит, ему нужно создавать рабочие места, чтобы люди против него не плантовали. То есть, получается, все равно система. Любая система, да. Да, и получается... Да, я скажу, что в любой системе, причем чем она крупнее, не совсем и полезно-то, я даже скажу, сотрудникам раскрывать всю информацию. Вот неужели вы думаете, что... Ну, вот я сам руководитель компании. Предположим, что если у меня финансовые проблемы или какие-то проблемы с контрагентами или с арендой, я прям сразу пойду говорить с сотрудникам, друзья, там сказать, давайте, будьте настороже, у меня проблемы с арендой. Никогда не буду этого говорить. Я, наоборот, им скажу, друзья, у нас все хорошо. То есть, никто такого не будет говорить. Любая информация, идущая сверху, я говорю, служит только вопросом прибыли и управления. Больше ничем. Обвинять их в том, что они нас дезинформируют, глупо. Они делают... Они только лишь свои интересы соблюдают, и все. И это нормально. Дело в том, что любого из вас помести на их место или даже на место повыше, вы сами начнете так делать. И причем не только потому, что вам так скажут, а просто сами так начнете. Такое свойство человека. Вы сразу почувствуете определенную свою позицию, определенные способности получать прибыль или какие-то бонусы по жизни. И если вы не являетесь личностью там мега просветленной, которая, может быть, живет другими интересами, вы все равно будете так же действовать. Да, и все равно ты опять-таки зависим от своих же сотрудников, потому что должен же кто-то выполнять работу. Поэтому ты делаешь тоже какие-то бонусы своим сотрудникам. Конечно. И прикинь, ты им наговорил какой-нибудь гадости. Они сразу плохо начнут работать или начнут там типа недовольны быть. Зачем же типа это делать? Да, ну здесь, конечно, про оккупацию можно говорить, что, наверное, существует какая-то как параллельная вселенная или как параллельная... Возможно, существует. Я говорю, что можно воспринимать это как оккупация, может быть, это просто не... Ну, как сказать. Нам говорят, что это так, а по факту это по-другому. Ну, так могу сказать. В переводе, например, на какую-то большую организацию. На самом деле какая-то корпорация может являться частью более укрупненной корпорации. Но сотрудникам такого не говорят. Им говорят, например, что они на самом деле независимы, гордые, и вся их продукция так-то. А, вот сейчас скажу точный пример. И никого точно не сдам, и абсолютно никаких секретов не выдам. Вот была такая, а может быть, сейчас даже есть, различные информационно-бухгалтерские системы. Всякие там консультант плюс там, и еще какая-то была там система... Черт, забыл название. Ну, в общем, неважно. Ну вот, мне просто в свое время, еще лет 10 назад, с этих систем постоянно звонили. Причем они официально вроде как как будто были конкурентами друг к другу. Они там говорили, вот, не бери консультант, иди к нам. А те говорили, нет, нет, это все лажа там. И, в общем, они друг с другом боролись. И даже, скажу, что даже до уровня директоров некоторых региональных, они были уверены, что это две конкурирующие организации. Но зато потом впоследствии выяснилось, что на самом деле это все была одна организация. Прикиньте. Так вот, что получается. Что интересно, что если с точки зрения менеджера или сотрудника какого-нибудь консультанта плюс, наверное, они бы думали, что они в оккупации какого-то некоего совета директоров, который над ними стоит. Но на самом деле это не оккупация, это просто скрытое управление, которое на самом деле такое и должно было быть, и таким оно и было задумано для создания псевдоконкуренции в этой глобальной корпорации. Чтобы сами на уровне региональных менеджеров они думали, что они друг с другом как бы враждуют, бьются за клиентов. А на самом деле это был просто ход более высшего руководства для того, чтобы иметь вот эту внутреннюю псевдоконкуренцию внутри организации, когда, предположим, какие-то обиженные клиенты уходят как бы к конкурентам, а по факту они остаются внутри. Все, понимаете? И на самом деле вот если перекинуть параллели на наш мир, это запросто и такое может быть везде. Что мы все думаем, что мы тут как бы на самом деле в какой-то конкурентной борьбе друг с другом, что какие-то системы существуют, что якобы существует даже, может, мировое правительство, а по факту, может, мы тоже и даже в этом ничего не понимаем. Может, существует и какое-то еще более над ним правительство, которое действительно может быть даже не из людей состоять. И мы думаем, что нас оккупировали, а на самом деле, возможно, это и давно было так придумано и изначально заложено. Вот и все. То есть мы со своей точки зрения, не глянув на систему со стороны и извне, никогда не сможем составить объективные картинки. И наше субъективное мнение о системе складывается только, исходя из субъективного нашего положения, на той ступени, на которой мы находимся. Вот такой им ответ. Так, вот. Еще тут тоже, опять-таки, тебе такой же вопрос. Ну, в общем-то, от того же самого человека просто он хочет дополнить свой вопрос. Алексей, с чего ты взял, что у них такое же мышление, как у нас? Может, у них иная структура мышления и управления? Безусловно, какое-то может быть. Я тоже думаю так над этим, что может быть и другая структура мышления. Запросто, может быть, что то, что нам кажется прибылью. Ну, я опять же могу сказать, что со своей точки зрения мы можем даже не понять адекватности их действий или еще каких-то. Ну, какие структуры мышления? Все равно плюс-минус. Если взять, например, опять же, ту же параллель матрешек, хорошо, возьмем там каких-то муравьев, они все равно там за свою жизнь борются. Все равно они там что-то делают, там какие-то муравейник обустраивают. Возьмем систему каких-то домашних кошек, они тоже там что-то похожим образом действуют. Вроде как все действуют по-другому, по-разному, но получается, что, в общем-то, все равно иерархичность системы наблюдается и с более повышением уровня. Поэтому я думаю, что и существа, которые теоретически могут нами управлять, и более высшего порядка мышления, возможно, их действия несколько в другом ракурсе состоят. Но общая суть концепции управления и излечения прибыли, или какого-то духовного, или просто роста, прогресса, она плюс-минус везде одинаковая остается. Поэтому я думаю, может быть, это все и как-то по-другому, но, скорее всего, приблизительно туда же. Здесь также Сергей Авдосевич сбросил одну статью. Я думаю, он хотел, наверное, сказать, что, скорее всего, на нашей земле, вот здесь статья такая называется, в лифт-журнале, на земле живет всего около 5-10% людей, а остальные биороботы. Что ты об этом думаешь? Ну, не думаю, что это так. Я просто думаю, что существуют большие люди, тем более я не думаю, что такая прямо резкая градация. Вот, например, ты биоробот, ты такой-то, а ты такой-то. Я думаю, что просто люди с разными, ну, так скажу. Мое мнение, что сам по себе человек не является носителем какой-то информации. Человек, скорее, как и мозг его, или так далее, это некий разъем, как бы подключение к другим слоям информации. Как разъем, так и обработчик, вот что ли так. То есть самой информации внутри него нет. Соответственно, всякие, так называемые, способы, ну, вернее, способы, а категории людей, а категории, скорее всего, разные. Но я думаю, тут могут быть, во-первых, и по степени старшинства самих сущностей, которые ими управляют. Вот, то есть сущность более старая, сущность более молодая и так далее. Ну, и способами включения в эту информационную оболочку. То есть у некоторых, может быть, разъемы классные, у некоторых разъемы засоренные, у некоторых разъемы заблокированные. Но вот я думаю, что по степени определенного подключения к этой информационной оболочке люди и могут как бы классифицироваться. Но, опять же, строгой градации между ними я бы не производил. Потому что люди могут как рождаться более одаренными, но потом всю жизнь квасить и отпустить себя очень сильно, как и наоборот могут люди рождаться в слоях аутсайдерских, а потом развить себя, прочистить свои каналы и уйти в более высокие ступени. Поэтому, не знаю, я уверен в том, что люди, конечно, разные все по поводу даже способностей и способов подключения к этой оболочке, которую они могут, конечно, и улучшать или ухудшать. Но насчет биороботов, тогда в таком случае получается, что все мы в чем-то биороботы, потому что мы не являемся носителями. Мы являемся лишь способами подключения к некой оболочке. Поэтому все равно мы в этих телах скорее как присутствуем. И, соответственно, в этих телах точно так же видны задатки определенных желаний, которые, как называют, животные желания. Какой ты думаешь, животные желания – это непосредственное желание или способности наших вот этих биологических оболочек. А есть некие более высшие как желания, так и способности человека. И это вот уже непосредственно желание более высших наших субстанций, которые подключены выше. Вот. По поводу биороботов вот такой вот где-то мой ответ. Ну, в общем, ты считаешь, что биороботы, наверное, скорее всего, есть на Земле, но их не так много, да? Ну, я даже так скажу, что получается, что, скорее всего, все мы биороботы. И в зависимости просто от… То есть, как бы наши телесные оболочки – это способы нашего воплощения здесь. Соответственно, просто получается, что если сама телесная сущность доминирует над высшей сущностью, то человек получается более роботом, более животным, биологическим. Если человек в нем доминирует больше высших степеней подключения, то тогда он становится больше человеком. Вот и все. Но мне кажется, что у всех есть такая возможность, как с человеческой сущностью скатиться обратно в животное и в биоробота, так и у биоробота подняться выше. Вот. Получается, что все мы в чем-то биороботы, и все мы в чем-то люди и человеки. Да, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, да? Да, вот я думаю так, да. Да, но строго и такой. Ну, естественно, что на Земле полно людей, которые очень плохо подключены, и где животное доминирует над всем остальным, и тогда они уж можно вообще сказать, что они почти в чистом виде биороботы. А что ты тогда скажешь о взысканиях вообще? О том, что китайцев слишком много, что вот, например, Андрей Тюняев тоже это говорил, и не только он, многие об этом говорят, что они вдруг взялись и взялись неоткуда. Их сразу стало много. Что если бы подсчитать чисто вот так по документам, сколько их было, допустим, во время войны, и сколько стало сейчас, то там каждая женщина должна бы родить за всю свою жизнь тысячу детей. Откуда взялись тогда эти люди? Как ты считаешь? Ну, не исключаю. Я просто, на самом деле, мне трудно сейчас отделить свои мысли от неких навязанных, но я просто тоже в эту сторону и Тюняева я слушал, и много статей перечитал. Не исключаю возможности генетических экспериментов или генетического насаждения, то есть специального выведения неких, так называемых, пород людей. Но опять же, скорее всего, тогда получается, что это выводили опять биороботов, не зная с какой степенью подключенности. Знаешь, там даже такой вопрос, там даже, вернее, так говорили, что, скорее всего, у китайцев одна сущность на всех китайцев. Ну, я думаю, что нет, конечно, не на всех, но, наверное, каких-то группы, да. Несколько сущностей, одна сущность может владеть несколькими телами, так сказать. Наверное, может быть. Я не эксперт в этом вопросе. Теоретически, наверное, может быть. Да, конечно, мы можем деградировать, и наши сущности, в общем-то, могут тоже упасть, так сказать, тоже деградировать. Но мне кажется... Я думаю, что наша сущность просто как бы отказывается от контактов с таким телом, что ли. Да, да. Ты знаешь, я, например, читала где-то, что, значит, на самом деле, когда мы рождаемся, в нас селяется сущность, и рождается еще в нашем мозге душа. Еще рождается душа. И вот мы своей сущностью должны взрастить вот эту душу. И вот эта душа наша потом, она тоже становится отдельной сущностью. Но мы должны эту душу взрастить. Ты о таком не слышал? Ну, я о таком не слышал, но я, в принципе, с этим согласен. Потому что логически... Пытаюсь вклиниться, друзья. Очень мою любимую тему затронули. Биороботы. Вообще, правильно Алексей сказал, вообще этому надо выделять отдельный эфир, и эту тему на протяжении многих часов изучать. Клоны, биороботы, зомби. От себя скажу следующее. Мое наблюдение заключается в следующем. Я согласен глобально, что мы все биороботы, но, первое, мы делимся на градации. Белорозовые биороботы имеют индивидуального пользователя. Другие биороботы, черные, желтые, красные, там, с кучками народности, допустим, на 10 тысяч пользователей, на 10 тысяч биороботов, один пользователь у нас персональный. Второй момент. Не каждый биоробот может в процессе жизни развиться туда и сюда. Основная масса биороботов, я имею в виду, другого порядка, желтого, черного, это не расизм, это объективная реальность. Он не может скакать от человека к людине, от людинек смерда. Это привилегия только белорозовых. Конечно, да, я могу допустить, что в любом народности, национальности есть свои исключения, но это исключение из правил. А у нас это правило. Родиться человеком, скатиться до свиньи и до подонка. Или наоборот, родиться в семье изуверов и стать человеком и спасителем. И так далее. Вообще вариаций, вариаций, вариаций очень много. И так как мы все-таки имеем скафандры под биороботностью, я считаю, важно обусловить персональное управление этим костюмом. А не так, как Лена говорит, этим кузнечикам сказали присесть. И они также на одну ножку сели, 10 тысяч человек. Я сейчас утрирую, ну смысл ловите. Также завели в кармашек синхронно правую ручку к своему мобильному телефону. Я утрирую. Ну представьте, вы когда-нибудь видели, что белорозовые, хотя бы три человека, сели одновременно в одной позе. Да это вы в жизни не увидите. Один шар сломался, другой потерялся, а третий закатился. Не сядут три белорозовые в одинаковой позе. Если Лена меня поправит, там как-то интересно, они сели, вот, ну белорозовые. Я просто, нет, просто я заметила, да, когда я ездила в Штутгарт на поезде, и заметила, вот эти беженцы наши ходят, они телефон свой сотовый, во-первых, он почти у всех одинаковый, Samsung, он такой большеватый немножко, больше, чем у меня, у меня шестерка. Вот, так они, главное, либо держат в руках, либо в правом кармане в джинсах, в заднем кармане в правом джинсах, понимаешь? Днемцы никогда в джинсах, в заднем кармане не носят вот эти телефоны. Они как-то где-то, мне не знаю, прячут, где-то в сумочках носят каких-то обычно, потому что, в общем-то, это опасно, чтобы около тела была электроника. А вот они именно, именно в джинсах в заднем кармане носят. И даже я заметила, что в одном. В общем, для меня это, конечно, удивило. Вот такие у нас тут беженцы ходят, например. Слава, ты знаешь, я, например, думаю насчет, насчет клонов и тех, кто, и биороботов. Вот смотри, вот среди темных, вот таких, негров, допустим, всяких там смуглых, тоже встречаются, вот мы сколько знаем, встречаются тоже, в общем-то, нормальные люди, которые могут что-то изобретать, что-то, что-то, до чего-то додумываться. Но мне кажется, что они либо метисы, либо их все-таки закинули из соседних земель. Наверное, так, мне так кажется. Но основная масса все равно, я думаю, биороботы. Ну, надо дальше. А я давно это отмечал, вообще для меня это все время внутренняя работа по выяснению, прежде всего, для себя, отождествления, когда я на них смотрю, кто из них кто. Метисы, да, там происходит когнитивный диссонанс. Это мы берем в основном известные личности и в кино, и в спорте. Это таких, как Брюс Ли, допустим, мама немка, папа китайец. Берем в песнях Цоя, мама кореец, папа славянка. Но видите, получается, все-таки доминирует все-таки женщина в процентном соотношении. Значит, женщина вкладывает ребенку, скажем так, закладочку, что он становится отчасти белорозовым. Вот. И я думаю, таких примеров много. Возможно, есть и наоборот. Невозможно, я уверен, что мужчина белорозовый, а, допустим, она китаянка. Но там уже сводится к минимуму. Все-таки женщина это база, на которой, как говорится, это земля, мать-земляка, на которой взращивается культура. Вот. Это положительная или неположительная. Вот. От матери, конечно, зависит. Потом. Вот давайте возьмем актера, к примеру, легендарного актера, который сейчас вышел в фильме, я его не смотрел, надо будет посмотреть «Пираты Карибского моря». Джонни Депп. Значит, по официальной версии, он является индейцем из племени Широки, Широки, да, Джип Широки. Вот. Значит, выходец. Что я для себя вижу в его актерской игре? А я на самом деле ничего не вижу. Вот. Любой белорозовый, это, на самом деле, мастера первоплощения. Это самая высокая школа, я считаю, это советское кино. Возьмем любого актера в разных ипостасях и увидим, что, ну, гамма, просто амплитуда зашкаливает. То есть, лицедейство белорозовым, парадоксально, ну, можем менять очень много масок. А вот у других народов оно как-то замыкается. Вот я просто сравнил всего лишь вот три роли. Вы просто посмотрите «Пираты Карибского моря», посмотрите фильм «Это Джонни шоколадная фабрика» или как-то там он хозяин шоколадной фабрики играет и посмотрите фильм весь смотреть не обязательно, просто фрагменты вытаскивайте. «Алиса в стране чудес». Понимаете, что если закрыть глаза, имеется в виду не буквально, а вот так вот просто убрать костюм, там пират, там портного болванщика, да, а в шоколадной фабрике шляпочника, да. У Жимки одни и те же. Он, он как бы у него нету амплитуды, да, он харизматичный, он там вот фильм «Плакса» там на многих девушек 90-х годов просто произвел впечатление такая вот это правильные черты лица и красивый разгрес глаз, ровные утонченные губы, вот, да, ну а в целом как актер он он не блещет, именно перевоплощением. Их много. Единственный, вот кого я выделяю относительный мастер перевоплощения, это режиссеры, вы знаете, это тоже головняк для любого актера, вот когда режиссер видит актера, что он должен делать так-так, дергает за ниточкой, актер как бы обрезан в своих ходах, вот он хочет, допустим, сделать какую-то отсебятину, ну, экспромт, но режиссер не дает. Вот Брюс Виллис, вот у него амплитуда немножко больше, потому что, скорее всего, он больше, насколько я вижу, он белорозовый. Да, Брюса Виллиса, конечно, миллионы любят, но я рассматриваю глубже, смотрю, вот этот его мир, который, который, если правильно начинать, надо смотреть там сериал о лун и свет, а я считаю, что он там самобольше раскрывается, вот это, когда человек молчит и лицо все говорит, это высшая школа пилотажа, не произнося фразы, мимика и лица передаются эмоции, вот, не надо там руками всплескивать, как это очень много там в других там английских школах, как мистер Бин, допустим, или, вот, и я думаю, что все-таки биороботности, да, мы в какой-то мере биороботы все, но имеется в виду все-таки управление, то есть у белорозового персональный оператор, а у других народностей, национальностей все-таки, как бы, причем, вот давайте, вот просто, вы, вы без особого труда можете пообщаться, ну, как бы так деликатнее сказать, с разными народностями, не важно, как они у нас там называются, всевозможный спектр, давайте там восточные, там, китайские народы, я так обуславлю, арабские, у них, у всех прослеживается какая-то своя черта, мы с легкостью можем определить, прошу прощения, там, узбек, татарин, китаец, ну, и так далее, то есть мы сразу, как бы, даже без запаха, запах это вообще отдельная тема, прослеживаем тонкую черту, мы сразу, а с белорозовыми, на самом деле, очень тяжело, да, да, есть черта, именно как раз свои наблюдения, которые меня в свое время шокировали, и до сих пор иногда я всем рассказываю, я какое-то время работал в Японии по контракту, по своей там тоже деятельности, и обратил внимание на такой момент, а именно хотел как раз добавить кое-что к тому, что ты сказал, например, у японцев существует ярко выраженная кастовость, и вот как раз эта кастовость, просто ты либо ветер дуешь, либо микрофон, сейчас когда ты говоришь мембрама залипает, и мы тебя плохо слышим, то есть идет как, как бы, да, вот как вот, допустим, ты идешь с микрофоном по улице, и ветер дует в мембраму, до этого было хорошо, но сейчас тише, но помех нету, я громче могу просто говорить, подожди, может что-таки громче как-нибудь сделаешь, потому что сейчас пошло чисто, без ветра, но очень тихо, до этого было громко, но... Так будешь? О, отлично. Ага, хорошо, так просто он у меня направленный, и не всегда правильно направлен. Хорошо, я объясню, вот такое впечатление по поводу тех же японцев, я просто тогда так, так в свое время рассказывал, такое впечатление, что среди них есть основная каста людей, которые делают две или три логические операции, над ними стоят люди, которые могут делать пять-десять логических операций, а над ними стоят совсем люди, причем такие уже выше, они там делают там, ну, уже больше, чем десять логических операций, и они уже управляют практически всем. Вот, что было так, и причем это очень острые разграничения, то есть я к тому говорю, что нельзя какую-то нацию прямо управлять, ну, причесывать в одну сторону, так вот получается, что если сейчас с твоей точки зрения, то получается, что основная масса, вот эти, которые две-три логические операции, они как раз все очень похожи, и ощущение такое, что их тут много, и вот кажется, что их там сразу сто человек управляется одним оператором, а вот уже люди кастой выше, они меньше упираются, ну, вот я объясню, почему две-три логические операции, я сто раз сталкивался по работе так, предположим, у них, ну, да простят меня там некоторые японцы, я просто чисто свое мнение субъективное высказываю, ничего против нации в Японии не имею, там очень много достойных людей, красивых людей, и еще там все хорошо, но я просто им на свое наблюдение рассказываю, вот, был такой момент, вот, предположим, сидит там какой-то электрик на пульте, у него в инструкции написано там, например, если зеленая лампочка загорится, надо открыть какую-нибудь там створку, вот, и в какой-то момент вдруг получилось так, что створка уже открыта, а лампочка не горит, у него полный переклин, он вообще понятия не имеет, что им делать, он настолько, они настолько входят в тупик и в такой страх, что вообще... роботизированный, мы бы сказали, да, 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 потому что вот наши-то все говорят, да и хрен ты с ним, открыто и открыто забей, типа, надо было открыть, она уже сама открылась, ну, типа того, а для него это нереально, потому что, тем более, что даже наши призывы забить, там, я не знаю, и вообще расслабиться, вообще он от этого впадает в еще больший ужас, потому что, например, вот мы там по кастовости, ну, вот мы как сотрудники приравнены были вот к этим людям, которые были там сто логических операций, а у них там при этой кастовости, ну, вот я, например, захожу в лифт, а там какая-то тетушка там трет это, стекло там тряпкой, она там по... мы жили там в пятизвездном отеле, мы по уровню там их, это как небожители, грубо говоря, тетушка в это время прекращает свою уборку и просто лицом в угол отворачивается спиной, все, и прекращает какие-либо движения, то есть она типа пытается слиться с местностью, вот, то есть прикинь, настолько для них, ну, считается, что, ну, они вот, когда ты по коридору идешь, они могут, вот если там какой-то персонал, который относится вот к обслужащим, они могут тоже отворачиваться лицом к стене и просто ждать стоя, молча и вообще абсолютно не реагировая ни на что, что пока ты пройдешь, вот, я помню, что вот у меня там стоял как-то, там, в первую очередь, с часовых поясов там долго не мог прочухаться, в анабиозе таком стоял, стою в коридоре и медитирую на аппарат по продаже Кока-Колы, вот, я на него так смотрю и вдруг краем глаза замечаю некие движения ниже своего подбородка, оказывается, все эти люди, которые идут по коридору, они боятся перерезать своим присутствием линию моего взгляда на этот аппарат Кока-Колы, они нагибаются и проходят под моим взглядом, прикинь, то есть настолько вот они, ну, у них вот зашита какая-то некая тема, да, и я к чему говорю, что, соответственно, что, когда я лично вдруг обращаюсь к такому человеку вообще, то для них это просто тоже шок, потому что японцы, они, ну, как бы, ну, вот человек с более высокого ранга не обращается к нему лично, понимаешь, для него это, ну, просто, он может обратиться лично, ну, грубо говоря, дать указание, отрубить ему голову или что-то в таком духе, поэтому он, соответственно, когда я подхожу к этому технику и лично ему говорю, забей, типа, хрен снись этой створкой, он от этого пугается еще больше, потому что к нему обратился аж сам он, там, вот, прикинь, и, соответственно, там у них вот, в такси у нас такая же хрень была, вот, таксист, он тоже, наверное, к этому двухтригерному относится, ну, мы их так называем, триггер, это когда он понимает позицию либо да, либо нет, ну, вот у них две логические операции, у таксиста аналогично, вот, нас он вез троих человек, мы должны были сойти на последнем пункте, а один человек должен был выйти на какой-то железнодорожной станции, вот, значит, эта девушка села, и все мы, значит, ему уже от основного управляющего был выдан путевой лист, значит, сначала останавливаешь на железнодорожной станции, высаживаешь эту тетушку, а потом едешь вот в ту гостиницу, высаживаешь эти двух, он говорит, есть, все повез, он отъехал 100 метров, и вдруг эта тетушка, которая вот с нами ехала, она русская была, девушка, она говорит, ой, слушай, я там забыла что-то там, ля-ля-ля-ля, я в следующем такси поеду, и выскочила прям сразу на ходу, ну, там она попросила приостановиться, и прям сразу буквально, едва мы отъехали метров 100 или 150 от стартового пункта, и она просто вышла, вот, ну, у таксиста в башке засело, что надо везти на железнодорожную станцию, и там должен выйти один человек, он вообще не отреагировал на то, что там человек, в принципе, уже везти туда не надо, но мы ему об этом не сказали, мы подумали, что, в принципе, это само собой разумеется, что надо нас сразу теперь везти в отель, однако, он нас привез на какую-то железнодорожную станцию, и просил, чтобы кто-то из нас вышел обязательно на ней, то есть у него просто уже в башке, в программе сидит, что надо на этой железнодорожной станции выездить одного человека, и он, там еще японский язык такой, но он смешной, там на самом деле никогда непонятно, он тебя спрашивает, ругается или просто что-то, он такой, шо-то такое, нам ляпнул такой, мы даже испугались, душу, он от нас хочет вообще, он в конце концов вышел из такси, начал размахить руками, и что-то там qu pueda взывать, мы вообще не понимаем, вообще куда он нас довез, и на хрена он вообще к нам претензии какие-то имеет, мы ему говорим, ты дебил, вези нас в конце концов в гостиницу, шо ты у нас привез какую-то хрень, в конце концов, а он вообще не врубается ни на русском, ни на японском, ни на каком, ни на английском уж вообще, Вот, в конце концов, вызвали начальника местного отделения полиции, который вообще говорил, он у них, видимо, относился к разряду касты, который понимает больше 10 логических операций. Ну, мы ему объяснили идею, вот, он этому чудаку-таксисту тоже объяснил, наконец, на своем уже каком-то языке, что тут все произошла подвижка. Таксист, он был готов хракири на месте совершить, потому что у него переклинило конкретно все его логические действия, какие только вообще были. Ой, блин. Задорно гернокурит с тупыми американцами. В конце концов, нам позвонил какой-то местный начальник вообще всего таксистского отделения, там, этого отделения Токио, и сказал, что компания приносит нам глубочайшие извинения, что наша поездка бесплатна, и что мы тут можем вообще на рассчитывать на их там услуги еще месяц, типа, что все хорошо будет. Вот, то есть, вот, я говорю, и реально у меня постоянно с этими японцами была такая вообще регулярная тема. Подходит чудак и говорит, вот вам расписание автобусов, которые вас будут возить на работу там-то, там-то. Я говорю, а что у нас возить вот сюда будет, потому что вот там произойдет там работа такая-то? Он говорит, а я этого не знаю, я только за автобус отвечаю. За работу там номер пять отвечает человек номер пять. Он сейчас к вам подойдет, объяснит про работу номер пять. Если ты этому человеку задашь какие-то еще левые вопросы, он опять тоже будет в прострации и пошлет тебя к человеку номер восемь. Ну, в общем, короче, полная вот засада с этими делами. И я говорю, что вот теперь, если ты когда говоришь, у меня такое ощущение, что для определенной касты людей там как бы существует единый, вот, что они все роботы, а у них вот действительно один начальник. Но там существуют и касты более высокие, что, может быть, там есть один начальник над пятью роботами. И есть уже совсем отдельно выделенные там японцы, где у них персональный робот над каждой сущностью. Вот что-то так у меня. Что не все так вот тотально и глобально. Субтитры создавал DimaTorzok